Посвящается дорогой, любимой, нежной, приветливой мамочке, бабушке, супруге, тёще, просто подруге, Зое, Батахове, Абахове. Мы слышим баба в шелесте лесной, и снова к нам во сне приходишь ты, на плечи руки ласково клонёшь, и знаю, ты нас всегда поймёшь. Мы вне печали помним о тебе, и в празднике хотим с тобою быть, мы неразлучны были на земле, ну как тебя, любимая, забыть? Мама, какое доброе слово! Сколько в ней тепла, ласки, спокойствия! Мамочка родная, как не хватает нам тебя, твоим детям. Прошёл тяжёлый и страшный год разлуки и потери. Мы потеряли тебя, мама, мы осиротели. Мы никогда больше не увидим твой добрый взгляд, не услышим твой голос, не получим дельный совет. Как больно осознавать это сегодня, но мы, дети твои, постараемся никогда не постромить Твоё имя. Мы низко склоняем головы над Твоей вечной обителю, неся память о Тебе на долгие годы в наших сердцах. И эта память о Тебе останется в Твоих внуках. Зоя родилась 24 декабря 1937 года в Солнече. В Солнечном древнем Санатанде, в семье Динахова Потапова и Юрии Балхеев. Четвёртая по счёту добрая, весёлая, отзывчивая. Из детства она притягивала своих родственников и людей, своих трудолюбий, уважений и обаяния. Особое признание и смысл в её жизни была тяга к знанию. Училась она в обыкновенной самарканской школе номер 21. Но на это её начинания не могли остановиться. Зоя уезжает в город Тебешамбе, где обретает диплом зубного врача. И по возвращению в свой родной город Самаркан, работой врачом военным госпиталом. Там далеко, в Узбекистане, в городе цветущем Самарканде, Жила прекрасная девушка Зоя. И в 1960 году она выходит замуж за Мишу. Немало сложностей было в судьбе. Двух дочерей они воспитали. Им высшее образование дали. Нашим родителям от Бога дано. Людям делают только добро. Но главной мечтой в жизни была Святая Земля. Израиль и Тора в руках. И вот, наконец, в 1972 году Они переезжают в Израиль. И патриарсы, трудные годы становления И подломили семью Нарбатова. Снова взялись за книжки Семья, дети, изучение и расширение знаний, традиций И, конечно же, подтверждение диплома врача-донтиста. Нашей маме пришлось пережить все, Что могла пройти только сильная, Выдержанная, отзывчивая и сердечная женщина.